Транспортный коллапс. Жители улицы Сары-Булак в столице уже давно потеряли покой. И все из-за огромного потока автомобилей. Особенно много машин у соседнего строительного рынка. Водители паркуют машины прямо на тротуаре и перед воротами домов. Жалобы в Акимат результатов не дают. Но люди терпеть неудобства не намерены. Жалобы жильцов выслушала моя коллега Бахыт Жармухаметова. Столпотворение машин у ворот возмущает Екатерину Клеттер. Она беспокоится за безопасность детей. Тротуар заставлен автомобилями. Ее ребенок ежедневно вынужден ходить по проезжей части по дороге в школу. Из-за беспокойства за сына она сама отводит его на занятия. Терпеть такие трудности приходится всем пешеходам. А проехать с колясками и на велосипедах тот еще квест. Невозможно здесь не пройти, не проехать на велосипеде. Ребенок выезжает на проезжую часть. Мамочки с маленькими колясками, с маленькими детками тоже выходят на проезжую часть. Постоянное столпотворение. Машины стоят на тротуарах. Сегодня у знакомой она, к сожалению, не вышла. Ребенок отучался со школы. Тротуар был перегорожен грузовыми автомобилями. Ребенок испугался, плакал, не мог пройти. Потому что здесь стоит грузовой автомобиль, по дороге идет движение. Хотя детки уже постарше, не могут самостоятельно вернуться со школы. Это большая проблема. В столпотворении машин жители винят стихийный строительный рынок. Там продают кирпичи, песок, щебень и другой строительный материал. Ранее здесь был пустырь, который служил автостоянкой. По словам жителей, на этом месте им обещали построить сквер. Теперь водители оставляют машины на тротуаре и перекрывают доступ к домам местных жителей. С прошлого года люди обращаются во все инстанции города, но проблема не решается. Ну вы сами видите, там бардак какой. И из-за этого сейчас все машины приезжающие паркуются на тротуаре. Тротуар у нас только на одной стороне улицы. И мы вынуждены ходить по проезжей части. И школьники так ходят, и мы ходим. Я сам подходил к этим базарским, которые организовали базар. Смеются в лицо, говорят, да иди куда хочешь, жалуйся. Нас, говорят, а кем крышует? И полиция, говорят, крышует, мы никого не боимся. Ну а что делать? Ну мы начали писать туда-сюда, везде прокуратуру писали, по борьбе с коррупцией писали. Везде ответ приходит, вот, пишите туда, пишите сюда. Сейчас у нас проблема, суббота, воскресенье мы пешком даже не можем ходить. Вся улица забита. Такие дни машины пригоняют, перед воротами стоят. Вот, вот, прямо непосредственно, который живет, Ахметов, сосед, он выехать не может. Часами стоит, чтобы выехать. Я тоже вот чуть дальше живу. Если выехал утром рано, потом заехать не могу до вечера. Машины стоят везде. Жители требуют остановить незаконную торговлю стройматериалами, а также просят установить знаки для урегулирования движения и остановок автомобилей. По закону водителю за парковку на тротуаре грозит штраф в размере 10 МРП или почти 28 тысяч тенге. Но это не решает проблемы и каждодневный поток машин не прекращается. В Акимате подтвердили, что рынок действительно незаконный и он, по словам чиновников, будет закрыт. А также рассказали, что на этом месте возведут дом. Специалисты аппарата Акима района Сарарака города Астане вместе с полицией продолжают ликвидировать несанкционированную торговлю на пересечении проспекта Бугимбай-Батырна и улицы Сарблах. На данный момент, согласно Кодексу об административных правонарушениях в отношении торговцев, составленные протоколы по статьям 204, часть 1.2 и по первой части 505 статьи. Согласно плану детальной планировки, на пересечении проспекта Бугимбай-Батыр и улицы Сарблах будет построен МЖК с детским садом. Касательно сквера сообщаем, что в ПДП запланировано благоустройство сквера около дома по улице Московская, дом 4, что находится в 250 метрах от вышеуказанного участка. Что называется, час от часу не легче. Стихийный рынок сменится строительством жилого комплекса. Мы отправили официальный запрос в департамент полиции и в управление транспорта и развитием дорожно-транспортной инфраструктуры столичного Акимата по вопросу урегулирования автомобильного движения по улице Сары-Булак. Хочется надеяться, что мнения жителей наконец-то будут услышаны местными властями. Субтитры создавал DimaTorzok